Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Здесь еще не у всех, должны были сегодня прислать, но опять половина не прислали, значит дальше будет. Теперь пояса вынесли, а вот нет, 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 вот так вот пояс не должен висеть. Это о чем говорит? Пояс не может завязывать. Нужно учить завязывать пояс. Вот такие вот концы не должны висеть. Это что такое? Пояс задевается, один конец сюда снаружи, второй вытаскивается, с этой стороны другой конец. Сзади откручивается, выводится вперед, здесь завязывается узел. Надо 3-4 узла. Узел, любое падение на живот, узел попадает, тоже может быть, если накручено вот такое большое, тоже может быть травма. Понятно, да? И вот сюда тоже задевается, пояс должен быть нормальный, 15-20 сантиметров, конец, ну чуть больше там, мы не придираемся. Ну когда висят аж ниже колена, ну куда, значит это уже неправильно завязано. Дальше, самбо дзюдо, удушение, ребята. Дзюдо, чем отличается самбо от дзюдо? Дзюдо есть удушение, самбо есть болевые навыки. Мы делаем самбо дзюдо, можно и души, и можно болевые делать навыки. Почему? Потому что у нас называется российская общественная система самозащиты, которая предполагает и защищаться и от самбо, и от дзюдо. Но чтобы защищаться, сначала нужно научиться. Для этого мы сначала обучаемся, а уже когда вы что-то научитесь, тогда можно будет уже конкретно по росту. Есть некоторые вещи, которые нет ни в самбо, ни в дзюдо у нас есть. Поэтому называется и по правилам, значит, удушение. Удушение через руку. За шею одной рукой нельзя, двумя, ни более. Только через руку можно душить. Курткой, пожалуйста, душите. Ногами треугольник, но через руку опять. Душим ногами. Дальше. Болевые на ноги разрешены, как в самбо. Но вообще любой болевой прием стойкий не делается, только лежа. Если делают на ногу болевой прием, и партнер взял и поднялся, останавливается. Делает на руку болевой. Он поднял его вместе, а он не висит на руке. Останавливает. Это кто не знает правила. Дальше. Площадка. Выход за площадку. Красная линия. Одна нога не считается. Две ноги стали. Выход. Три выхода разрешается. Первый. Второй выход. Балл. Третий. Два. Четвертый. Дисквалификация. Держи делается один раз. Значит, у детей время проходит по две минуты. У с 11 лет три минуты идет борьба. Так, две и три. Дальше. Дальше, дальше. Броски. Броски как в самбо. Ну, немножко сейчас в самбо меняется. Если мы немного, как переделываем, значит, бросок в стойке. Если партнер бросает и остается в стойке, а того, кого бросили, он падает на спину, 4 балла. Два таких броска, 8 баллов. 8 баллов это чистая победа. Вообще, разрыв щеки, 8 баллов останавливается. Бой. Дальше. Удержание делается один раз. 20. У детей 10 секунд. У взрослых с 11 лет там 20 секунд делается. Один раз 2 балла. Пополам разделяется по одному баллу. Понятно? Да. Дальше, броски. Бросает партнер и падает вместе с ним. Но тот, кого бросит и падает на спину. 2 балла. Остальные броски, сбивания любые на живот, на бок, на плечо, на третью точку. Это все по одному баллу. Единственное, если он падает на коленке, на коленке. Его бросили, а он спал на коленке. Не считается. Дальше. Есть такой спорный момент все время. Когда один хватает за ноги, а второй берет его и сразу перекидывает кувырком назад через голову. Тот, кто схватил, тот считается выиграл. Если его схватили и он остановил, убрал ноги или остановил его, а потом сделал прием. Тогда считается тому, кто перекинул. Тому дается. И опять. Зависит от того, как он его перекинул. Может перекинул сразу на спину, а может на третью точку просто прокатились и все. Это балл. Дальше. 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 Еще раз. Души. Души. Броски за шею, запрещенные струк. А если берете, значит нужно за руку хватать. Вот такого сразу останавливаем. То есть вот такого делать нельзя. Только через руку. Второй раз такой бросок делается, если за шею, дается балл сразу. Вот это запрещенные действия. Запрещенные действия наказываются. Если я покажу ноги, и он сразу делает переворот, то балл мне. Потому что я где начал действовать. Я начал атаку. А вот если я покажу ноги, меня остановили, да, остановили, и потом уже перебросили. Тогда он получает попадание. Да. Все. Единственный момент. На мостик, если он на нем остался, на нем остался, пола не коснулся. Он остался и перевернулся на него. На меня, значит. Вот, сразу. Раз, то бросок не засчитывается. Мне не засчитывается. Да, он не засчитывается. И дальше идет удержание. Опять, еще такой момент, ребят. Когда вы начинаете бросать, да, вы сразу бросили, начинаете руку хватать, начинаете болевое делать. Первое, что нужно сделать, это удержание. Получить баллы, удержать. И после того, как сказал судья, удержание засчитано, дальше начинаем уже болевое делать. Вы перешли на удержание. Сначала держите. 10-20 секунд держите. Когда время прошло, начинать потом... Я говорю, засчитано. И многие встают и заканчивают борьбу. Нет, нужно продолжать делать болевой прием. Нет. Когда сказал судья, стоп, вот тогда нужно вставать. Пока стоп не сказали, мы ничего не делаем. Броски, если я в стойке остаюсь, я бросаю, я остаюсь в стойке. 4 балла. Если я бросаю, падаю вместе с ним. 2 балла. Если я бросаю, он падает на спирс, на стоп, где нам надо, я падаю вместе с ним. 1 балл. Все остальное побалует. Да, если я бросаю на локти, сразу переворачиваю на локти. Он не вернулся, на колени на локти встал. Еще удержание, ребят. Что такое удержание? Это нужно прижаться грудью к противнику и держать его. Многие садятся сверху, садятся на колени и якобы держат. Нет. Одна нога, значит, нужно ногу вытягивать, прижиматься к грудью. Понятно, да? Прижимание обязательно должно быть. Если его удержить на груди, а вы спиной его вот так держите, не считается. Только грудью. Можно делать, да, там удушение, еще что-то, болевые спиной держать на нем. Но удержание это не считается. Выходы уже говорили. Как что? Дальше. Болевое, значит, до 11 лет не вытягиваем. Только руку выпрямили, я сразу останавливаю. Я не даю, чтобы дальше была травма, еще что-то. Потому что чуть вернул, сильнее перегнул, все. Как только рука выпрямляется, она идет на выпрямление. Я сразу останавливаю. Вижу болевой, все. Уже с 11 и старше руку тянут. Я не останавливаю, я жду. Уходы всякие есть, поэтому... Да. Больно? Стукнули? Да. На ногу точно так же. Стукнули? Да. Ребят, терпеть не надо здесь. Не соревнований там, международного класса. Если больно, если чувствуете, что да, больно, все. Это старше. Не надо терпеть там, пока рука не сломает. Потому что травма, это все. Потом здесь потерпите, на тренировку вы не сможете вместе с вами. Да, и еще такой момент. Ребят, немножко потише надо. Вот здесь команды есть. Команда болеет за своего участника. Поэтому не надо носиться перед судьями. Вот здесь зрители сидят тоже. Будете лягать перед ними, тоже там не видно. Сели по краям и сидите. Кто предварительно вызывает, да, подготавливается. Сейчас, сейчас. Вот так, минут до 5-10 позорвутся, да? Потом 5 позорвутся, и сразу. Так, еще вопросы у кого есть. Кто не боролся, напрашивайте сразу. Чтобы потом не было все понятно. А, еще на какой момент. Некоторые берут и специально выталкивают. Если в броске и бросили, и он улетел, это не считается выходом за площадку. А если он убегает и выходит, вот это считается выходом за площадку. Если начинают специально выталкивать. Ребят, вы в строю стоите. О! Еще и руки в карманы засунул. Если начинают выталкивать специально. Первое замечание. На второе будет уже, вернее, предупреждение. Поэтому специально выталкивать тоже не надо. То есть только запросить. В смысле запросить? Вот он сам выталкивает? Ну, если он уходит, да. Нет, ну, если выталкивают, да, он все-таки выходит, да. Но не явно. Бывает в борьбе, в борьбой там выталкивают. А когда просто явно выталкивают, это видно. Это видно, когда выталкивают или просто борются. Так, сейчас 5 минут вот здесь разминаемся. И начинаем наше соревнование. Добавил субтитры, в борьбе, в борьбе, в борьбе. Добавил субтитры, в борьбе, в борьбе, в борьбе. Добавил субтитры, в борьбе, в борьбе. Добавил субтитры, в борьбе. Добавил субтитры, в борьбе, в борьбе. Внимание, участники, участники, любой крик на ковре, когда выдержание идет или хлопок, я останавливаю. Потом не говорите, что я просто так хлопну. Понятно, да? Молча боремся я на ковре. Любой хлопок по ковру, по партнеру, по себе, я останавливаю. Это считается как сдача. Красный, кто первый? Я на Козунае, Куслан. Готовится. 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 Стихи-попады. Красный, палец. Готовится. Стихи-попада. Заходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА